ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Данный факт не может не расстраивать поклонников, и, как нам кажется, всему виной то, что второй эпизод появится сразу и на персоналках, и на консолях нового поколения, включая PlayStation 3. Также стало известно, что игра выйдет в двух вариантах — The Black Box и The Orange Box. В первый войдет The Portal и Team Fortress 2, а во вторую — еще и оригинальная Half-Life 2. Ждем в конце осени. Command & Conquer 3 — Tiberium Wars Очередная часть прародительницы многих РТС должна появиться 26 марта. Оказывается, Tiberium — это некая инопланетная субстанция, которая должна была подготовить Землю к вторжению пришельцев-захватчиков. Так что помимо хорошо известных нам GDI, которая пытается помешать вторжению, и нот, соответственно мешающая GDI, в игре будет присутствовать еще и третья раса. Сами пришельцы по внешнему виду очень похожие на огромных черных тараканов, скрещенных с бытовыми пылесосами. Milestorm Игра от KDV Games должна открыть новую страницу в жанре РТС. Впервые игрок может повелевать силами природы. Мешает река, заморозьте ее, и ваши танки обрадуют противника своим неожиданным появлением. Также в игре обещают полностью изменяемый рельеф, систему набора опыта юнитами, три непохожие друг на друга расы и интересный сюжет, за написание которого отвечал известный писатель-фантаст Джеймс Суоллоу. Игра уже в продаже. Age of Conan – Heborian Adventures Данная MMORPG обладает тремя отличиями от многих подобных игр. Во-первых, полная поддержка технологии DirectX 10, которая обещает нам невиданные красоты. Во-вторых, наличие сюжета, который вообще не частый гость в онлайновых играх. В-третьих, это система управления. Бой будет напоминать файтинг, комбо-уклонение от ударов и спецатаки. И самое главное, обилие крови. Еще до выхода игры ей дали рейтинг 18+. Релиз намечен на осень. The Lord of the Rings Online – Shadows of Angmar Осталось чуть больше двух месяцев до появления игры на прилавках. Разработчики уже успели провести закрытое бета-тестирование и сейчас сосредоточены на финальных штрихах. В игре доступны только добрые расы, что не может не расстраивать, ведь кто не мечтал устроить набег на Хобитанию и превратить ее в выжженный край? А отсутствие режима PvP остановит многих любителей данного жанра игр. Так что проект неоднозначен и только время расставит все на свои места. Warhammer Online – Age of Reconin В этом году должна выйти долгожданная MMORPG по популярнейшей вселенной Warhammer. Работы над игрой кипят днем и ночью. Разработчики с приятной периодичностью выкладывают новые ролики. Постепенно пополняется информационный сайт и огромное количество фанатов не оставляет обсуждения игры на форумах. Мы надеемся, что вторая попытка создания Warhammer Online – Age of Reconin окажется успешной и, может быть, трон World of Warcraft пошатнется. Крайзис Высочайший уровень проработки деталей не только поражает каждого, кто видел Крайзис в действии, но и заставляет предаться невеселым думам о неминуемом апгрейде. К счастью, системные требования не так страшны, как их малюют. И даже быстрый одноядерный процессор вместе с топовой видеокартой поколения DirectX 9 вполне позволит достичь приемлемого количества кадров в секунду. А для тех, кому Крайзис не в радость без DirectX 10, производители видеокарт собираются выпустить кое-что интересное и весьма недорогое аккурат к выходу игры. Крайзис должен появиться на полках магазинов осенью этого года. Enemy Territory Quake Wars На огромных открытых пространствах развернется эпическая командная битва с использованием танков, артиллерии, вертолетов, а также всяких милых штучек вроде огромных шагающих роботов и квадроциклов. По легенде игры, где-то в 2060-х на нашу старушку-землю высадятся полюбившиеся многим строги, и интернациональным Global Defense Force представится отличная возможность повоевать. 12 карт сгруппированы в три кампании, где победителем становится команда, одержавшая наибольшее количество побед в разнообразных миссиях, а основной упор делается на отлаженное взаимодействие внутри боевого коллектива. Стать очевидцем эпических баталий ты сможешь, вероятно, уже этой осенью. Сложно поверить, но, похоже, очень скоро после выхода этого номера ты сможешь собственноручно познакомиться с самым амбициозным отечественным долгостроем. За время разработки игра успела лишиться некоторых своих существенных фишек. Например, уже нельзя прокатиться по зоне на Москвиче или Камазе, а глобальная карта оказалась разбита на несколько хоть и больших, но фрагментов, переход между которыми не останется незаметным. Однако есть и хорошие новости. Движок был переработан с учетом возможностей DirectX 9, и последние скриншоты по-прежнему внушают воодушевление. Supreme Commander В новом воплощении легендарной Total Annihilation нас ожидают огромные карты. Самые крупные из них будут занимать тысячи квадратных километров. Общее количество юнитов, правда, будет не таким запредельно большим, по 500 на каждую сторону. Зато размеры боевых единиц будут сильно разниться. От скромных и нескромных бипедов до громадин под стать гигантским полям сражений. Чтобы справиться с такими неигрушечными масштабами, разработчики приготовили несколько интересных нововведений, начиная с функции автоматической перевозки техники воздушными силами, то есть не придется вручную выполнять утомительное расталкивание юнитов по транспортам и извлечении их оттуда, и заканчивая разделением игрового экрана на две части, для управления боем в нескольких отдаленных друг от друга точках. Более того, игра поддерживает двухмониторные конфигурации, так что их владельцы смогут быть в четырех местах одновременно. Игра Supreme Commander должна появиться в продаже уже в самое ближайшее время. Спо Известный своими ненасильственными игровыми сериями SimCity и Sims геймдизайнер Уэлл Райт собирается выпустить невиданный прежде симулятор творца, в котором нам надо будет последовательно провести разумную жизнь через весь эволюционный путь, от крошечного рачка, живущего в толще океана, до целой цивилизации, которой предстоит завоевать межзвездные просторы. На каждом этапе, вроде выхода из воды на сушу, мы сможем трансформировать вверенные нам живые существа по собственному желанию, добавляя и убирая конечности, фрагменты позвоночника, органы зрения и прочие запчасти. При этом, естественно, в игре не будет заранее предопределенных анимаций. В ней, судя по всему, вообще не будет ничего предопределенного, поскольку даже фоновую музыку Спо станет создавать на лету из некоего набора звуковых примитивов. Ждите Спо к осени этого года. World in Conflict Новая стратегия, как и Ground Control, будет посвящена захвату и удержанию территории. Во время раунда игрокам нужно взять под контроль как можно большее количество флагов, заняв контрольные точки вокруг них. Теперь это предстоит делать командой, в Battlefield стиле. Каждый участник должен выбрать, какими силами он будет командовать. Воздушными, бронетанковыми, пехотными или силами поддержки, артиллерия и ПВО. Конечно, воздушный командующий не лишится полностью возможности заказать себе танки, однако наиболее мощные и эффективные боевые единицы других типов вооружения ему будут недоступны. Строительство и добыча руды, древесины, нефти, газа, паташа, серного колчедана, апатита отсутствуют. Лишь за успешные действия игрокам будет начисляться особый вид ресурсов — тактические очки. Оценить достоинства World in Conflict можно будет уже осенью 2007-го. The Settlers 6 Компания BlueBite выпускала серию Settlers так долго, что в какой-то момент даже подзабыла, что именно она выпускает. В результате Settlers 5 The Heritage of Kings была больше похожа на какой-нибудь Warcraft, чем на оригинальные Settlers и Settlers 2, которые и так полюбились всем слоям населения и сделали поселенцев популярным и легко узнаваемым брендом. К счастью, создатели быстро поняли, что клонов Warcraft много, а Settlers — игра уникальная, и взялись за работу над ошибками. В октябре 2006 года была переиздана вторая часть сериала, облагороженная более-менее современной 3D-графикой, а где-то в толще 2007 года состоится встреча с Settlers 6. Пока об этой игре известно мало, но, по всей видимости, нас ожидает все тот же медитативный, согревающий душу геймплей по удовлетворению потребностей симпатичных человечков в сочетании с фантастически красивой и детализированной графикой. Hellgate London Hellgate London, на первый взгляд, может показаться заправским 3D-шутером, и его динамика действительно зачастую напоминает именно этот тип игр. Однако на деле он является полноценной RPG с генерацией персонажа, сложной системой параметров и необходимостью их прокачки, с раскидистым деревом умений, автоприцеливанием и вознёй с вещичками. Кроме того, все уровни в Hellgate London динамически генерируемые, и это одна из визитных карточек игры, которая позволяет нам говорить о ней как о самой ожидаемой в 2007 году. Правы мы были или нет, можно будет узнать уже осенью. Space Force 2 Экшен-РПГ Space Force 2 продолжает славные традиции Elite, однако добавляет к ним ещё один немаловажный компонент — потрясающую графику, от одного взгляда на которую хочется бросить всё и нырнуть с головой в бездонные глубины космоса. А эти глубины и вправду почти бездонны. Полсотни звёздных систем, усеянных базами и звёздными городами, представителей десяти различных рас. С последними у игрока могут складываться самые разные, порой очень непростые отношения. В процессе игры при желании можно будет выполнить огромное количество квестов-миссий, всего их более двух тысяч, доступных в зависимости от выбранной специализации. Игра должна появиться в продаже уже очень скоро. Silent Hunter 4 Wolves of the Pacific Основным изменением по сравнению с третьей частью будет значительно доработанная система управления экипажем, которая позволит капитану полностью сконцентрироваться на управлении боем, вместо того, чтобы работать нянькой при личном составе. Ну и, конечно же, принципиально изменится характер боевых действий, который теперь станет отражать специфику битвы за Тихоокеанские острова. К сожалению, разработчики собираются ограничить перечень играбельных боевых единиц исключительно американскими судами, мотивируя это тем, что такая же тщательная проработка японских субмарин увеличит их трудозатраты практически вдвое. Вероятно, к моменту выхода этого номера ты уже сам сможешь оценить её достоинства и недостатки. Экспенд Ралли Экстрим Раллийный симулятор Экспенд Ралли польской команды Techland на момент своего выхода в 2004 году по большинству параметров находился вполне на уровне своих конкурентов Колин Макре Ралли и Ричард Бёрнс Ралли. В 2007-м поляки собираются выкатить на стартовую позицию экстремальную версию своего творения. Теперь на крутых раллийных ухабах 40 новых трасс можно будет разбить не только специально приспособленные для этого машины, но и GT-болиды, и баги, и монстр-траки. За истекший период движок от шутера Chrome, на котором основывается игра, похорошил ещё сильнее, а физика улучшилась, так что можно даже надеяться на приличную симуляцию зимней езды. И, наконец, проект, который после выхода Prey единолично занимает верхнюю строчку в хит-параде долгостроев. Да, как ты уже понял, это Duke Nukem Forever. За 2006-й ничего нового не произошло. Однако в начале этого года разработчики взбудоражили игроков якобы скриншотом из игры, размещенном на сайте с вакансии программиста. Однако потом выяснилось, что это не скриншот, а фотография статуэтки Дюка. Данный случай показал, что игру по-прежнему ждут, и есть шанс, что 3D Realms преподнесут нам подарок именно в 2007-м году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова